РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С Вами декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета, доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 2 главы 2 послания апостола Павла к фессалоникийцам, с 1 по 12 стих. Давайте его послушаем. Молим же вы, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уз своих и истребит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою, и знаменьями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол Павел призывает своих учеников не думать, что день пришествия Христа уже наступает. Мы знаем, что в Евангелии Христос говорит ученикам «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда Сын Человеческий придет». Единственное, что они знают, перед вторым пришествием будет время особенно тяжких испытаний, которые будет очень сложно перенести. Именно поэтому радостные ожидания встречи со Христом смешивались с ожиданием испытаний. И, конечно, нередко эти последние вызывали особенное беспокойство. В истории подобные настроения часто отходили на второй план, но они всегда возникали в непростых исторических условиях и готовы были разгореться, как костер из углей. Я прекрасно помню, как в 90-е годы некоторые искренне верующие люди полагали, что конец света уже пришел, и Антихрист уже вот-вот воцарится. Были люди, которые на фоне этих разговоров пытались радикально изменить свою жизнь. Правда, делали они это очень интересным и странным образом. Вместо того, чтобы покаяться и творить еще больше добрых дел, они покупали дом в деревне, запасались продуктами, рыли землянки. Поразительно. Христос близко. Как верный слуга, веди себя так, как Он заповедал. Еще активнее твори дела любви. Интересно, что во всех этих историях люди, которые уверяли остальных, что Антихрист уже пришел, подчеркивали, что пока это тайна, которая вот-вот откроется. Но пока она не открылась, Он тайно закабаляет людей, тайно и обманом собирает своих сторонников. Однако вслушаемся в слова апостола. Он действительно говорит о том, что должно произойти отступление от веры, что должен прийти особенно грешный человек, который будет выдавать себя за Бога. Все это так, хотя и не откроется в полноте, пока Господь не позволит этому произойти. Конечно, то, о чем говорит апостол, таинственно. Конечно, те, кто выбрал путь сознательного противления Богу, могут создавать условия, в которых христианская жизнь будет чрезвычайно сложной. Но все же, главное, что очевидно из сегодняшнего отрывка, свобода выбора останется у всех. Да, тот, кого мы сегодня называем антихристом, будет обольщать погибающих. Но это произойдет с ними потому, что они не полюбили истину. Бог позволит им заблудиться и верить лжи. Но произойдет это по их собственной воле, потому что они возлюбят неправду. В практическом отношении это позволяет нам сделать очень важный вывод. Можно задумываться о судьбах мира. Можно переживать о свободе веры и нравственной жизни. Но все это не должно затмевать главного – любви к истине и праведности. Если эта любовь будет наполнять наши сердца, Господь нас не оставит. Апостольские чтения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok